Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Федор Егоров и лейтенант Николай Савва до последнего броняли небо над нашим городом. Истребитель их полка был найден в Черном море во время экспедиции «Поиск». Седьмой авиационный полк во время войны базировался на полевом аэродроме Анапы. Мы должны помнить о том, что здесь впервые за историю Великой Отечественной войны наши летчики завоевали преимущество над авиацией противника. Был проведен коренной перелом именно в воздушном пространстве. Это благодаря летчикам, которые были, воевали это седьмой истребительного авиационного полка в составе 62-й истребительной авиационной бригады. Об этом надо помнить. Об этом нужно сегодня говорить молодежи. Память о них хранить вечно. Мы должны изо дня в день имена эти повторять. И я думаю, достойным будет, если у нас здесь на братской могиле, где и замученные фашистами, жители города и погибшие за освобождение города, их имена будут высечены здесь на плитах. В память героев почтили минуты молчания и ружейным залпом. Мемориалы возложили венки и цветы. Вахту памяти на посту номер один несли воспитанники военно-спортивного клуба «Миксейр» и курсанты Института береговой охраны ФСБ России. Зима решила испытать инопчан крепким морозцем. В ночь на 30 января температура воздуха падала до минус 17. Глава города Сергей Сергеев с утра выехал посмотреть, как в условиях резкого похолодания работает система отопления в школах, домах культуры, спортивных залах, на стройплощадках сельских социальных объектов. В районе Чикона настоящая зима. По пути в школу заехали посмотреть площадку подперевалочную для мусора. Работы по бетонированию основания площадки из-за мороза приостановлены. Вы сейчас заливаете бетонное основание. Жидких отходов здесь не будет. Здесь твердые бытовые отходы. То есть для того, чтобы сложить, отсортировать. Сортировать мы тоже здесь не будем. Только перегрузка. Причем мы делаем по СНИПам, чтобы не было протекания. Наклон небольшой был и обваловку бетонную по трем сторонам. Соответственно, если там дождь, не дождь, что-то, не дай бог, жидкость образовалась, запилками засыпали, этим же погрузчиком машины. После крепкого мороза на ветру уже на входе в 10-ю школу Чикона ощущаешь домашнее тепло. Завхоз довольно. Котельная работает исправно, хотя школе более 40 лет. Здесь всегда в любые зимы тепло. В спортивном зале поэтому весело и шумно. Глава интересуется, есть ли прирост учащихся. Он небольшой, но заметный. С тех пор, как людям дали здесь земельные участки. То есть, у нас сейчас в третьем классе 31 человек. В малом разноколии Сергей Сергеев интересовался тем, как справились с его поручением. В октябре он, побывав в местном Доме культуры, дал задание заменить окна и переоборудовать котельную. В Доме культуры тогда стоял удушливый запах сырости. Перемены в котельной видны издалека. По всем параметрам вытяжная труба, мощность современной котел на твердом топливе. Уже можно зал ремонтировать. Будет толк. Вся отопительная система устроена в соответствии с отапливаемой площадью. И, наконец-то, за все годы существования маленького Дома культуры здесь по-настоящему горячая батарея отопления. Глава города доволен. Реконструкцию учреждения культуры можно продолжать. Тепло и сухо в спортивном зале «Олимп» поселка Виноградного. Нет и запаха гари. Наоборот, уютно пахнут сосновые доски будущего пола. Но глава придирчиво изучает нюансы конструкции и предлагает пересмотреть ее параметры. Вот давайте доска, которая там 12 сантиметров ширины, нагрузка, да, на одну доску, ведь она и шпунтована. И нагрузка вот на этот лист, когда молодой человек прыгает, она будет распределяться полностью на всю площадь листа. Все-таки не так будет нагружаться. Глава города доволен. Люди на селе делают свое дело с большой любовью. Лед в устье реки Анапки достиг толщины 12 сантиметров. Любители зимних забав устроили там каток. Спасатели дали добро, но с оговоркой. Возле водоема постоянно дежурит бригада. Необходимое оборудование под рукой. За обстановкой на льду ведется постоянный контроль. Специалисты предупреждают. Заморозки в Анапе скоротечны. И игнорировать предупреждающие знаки даже сейчас опасно. Особый контроль необходим за детьми. Замеры толщины льда спасатели проводят регулярно. Еще вчера он был в два раза тоньше. Ситуация может в любой момент измениться. И предупреждающий плакат вновь станет актуальным. Возле водоема на время заморозков развернут постоянный пост. Круг спасательный, веревка 200 метров, два жилета спасательных. И плюс вот эта доска. Она держит на воде. Если к пострадавшему, можно на ней подползти и достать пострадавшего. На посту следят, чтобы дети находились на льду в сопровождении взрослых. Запрещать что-либо спасатели не имеют права. Учитывая толщину льда, а также режим постоянной готовности, ситуацию называют контролируемой. Сантиметр 12. Эту новость анапские любители коньков восприняли с воодушевлением. Виталий говорит, что чувствует себя безопасно. В прошлом году он купил коньки. Сам учится кататься, а выйти на настоящий лед – такое в Анапе бывает нечасто. Нет, не трудно, весело. Весело, тепло, бодрит хорошо. Экзотика, ну тут вообще никому ничего не платить. Бесплатно абсолютно может каждый человек прийти и покататься. Городские службы спасения ведут контроль толщины льда на всех водоемах. В настоящий момент она составляет от 12 до 15 сантиметров. Но специалисты напоминают, Анапа все-таки не Урал и не Сибирь. Погода здесь переменчива. Обращаясь к родителям и руководителям хозяйствующих субъектов, контроль ни в коем случае нельзя терять, особенно за детьми. При такой минусовой температуре и таком ветре и температуре воды 4-5 градусов, шансов, если ребенок провалится без посторонней помощи, у него выйти на лед нет. Согласно прогнозу синоптиков, заморозки продлятся до середины этой недели. Однако с ростом температур кататься на льду вновь будет опасно уже безо всяких оговорок. Любимое развлечение отдыхающих в зимней Анапе – кормление птиц на берегу. В морозные и ветреные дни желающих прогуляться у моря почти нет. Забота водоплавающих берет на себя администрация города. Ближе к обеду страсти у берега накаляются. Время перекусить и все местные обитатели морской прибрежной полосы плывут климата павильону. В это время сюда подвозят корм. Решиться на прогулку в лютый мороз не так много желающих среди отдыхающих. У тех, кто все же приходит специально, припасы для пернатых исчезают моментально. Голодная птица, что называется, ест с руки. Поэтому зимнее кормление организовано администрацией ежедневно. Нам в этом помогает Анапский хлебкабинат и Анапские фермеры. Кормление осуществляется зерном и кормление осуществляется сухарями. То есть, помимо этого, и все простые анапчане, и администрация города не безразличны к судьбе птиц, которые зимуют у нас. Поэтому мы предлагаем все усилия, чтобы они в холодные периоды чувствовали себя комфортно и были сыты. Сначала пуск газа и только после этого разрешение на ввод в эксплуатацию. Глава Анапы поручил изменить принцип выдачи разрешительной документации. Застройщики должны представлять в администрацию не просто справку о выполнении технических условий, а подтверждающий документ от газовиков о том, что газ зашел в новостройку. Об этом говорили на совещании, на которое Сергей Сергеев вызвал представителей застройщиков, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Возвести стены, получить право собственности по суду и распродать все квартиры. А там хоть трава не расти. Распространенная схема работы недобросовестных застройщиков. Жалобы потоком идут в администрацию. Вы получили барыши, вы либо ваши собственники. Я по-русски уже говорю. Никто из вас, из тех домов, о которых мы сегодня ведем речь, социальную ответственность и не нес. Никто не пристраивал школу, детский сад, либо опорный пункт полиции, либо лечебное какое-то учреждение, хотя бы фельдшерский пункт, куда старики могут прийти, капельницу поставить или давление померить. Никто. Полная безответственность не только перед городом, перед собственными покупателями. Получили справку от ресурсников и были таковы. Глава АНАПы ставит задачу ужесточить требования к выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию. Ввод в эксплуатацию нами подразумевает пуск газа. То есть, есть внутренний стояк, есть разводка. Если по договору долевого участия, никакого инвестирования, ахинеи, придумывания мошеннического, если по договору разводка не предусмотрена, то представляют соответствующие документы о подводке газа в дом. Во всех остальных случаях, чтобы при вводе в эксплуатацию, нам газоснабжающая организация давала такой документ, что пуск газа возможен. В списке проблемных не меньше 10 адресов. Один из них – Толстого 111А – самовольное строение, на которое в арбитражном суде признано право собственности. Обжаловать судебное решение значит лишить жилья сотни дольщиков. Вы за людей прячетесь, понимаете? Если бы там не было людей, вы бы никогда не признали право собственности. Он стоит на Калинино доме и еще будет стоять, пока Федерация не выделит на его снос денег. В этом году, по моим прогнозам, должны выделить. Местные власти вынуждены подключаться и помогать. Но только не за счет собственников квартир, как надеялся застройщик, придется сделать внутренние сети и газораспределительный пункт. А какое вам разрытие, если вы внутренние не сделали? Внутренние у нас сами люди делают, это просто кто договорится. Техусловия выдаются на застройщика. Техусловия. И должна приемка быть чисто от застройщика. Внутренние выдаются? Да. И вы же застройщик. Весь лицам не выдавались техусловия. Если вам, как застройщику, на все сто с лишним квартир выдавалось, вы несете ответственность. Вы там перекладываете на кого хотите. Внутри. А я буду с вами. И Нина Николаевна будет с вами общаться. На Крылова, 15, приемка газового оборудования в квартирах начнется 1 февраля. Анапа Гургаз плотно работает с застройщиками домов на Западной, 23, Витязева и Шевченко, 288-Б. По всем этим домам будут составлены дорожные карты. В Анапе продолжаются дни здоровья. Массовые профилактические мероприятия проходят во всех сельских округах. На этих выходных очередной медицинский десант высадился в поселке Виноградный. На этот раз с пациентами специалистов центра здоровья и лечебных учреждений стали самые маленькие жители округа. О том, что сегодня в участковой больнице номер один поселка Виноградный проходит день здоровья для детей, можно было догадаться по десяткам припаркованных колясок. С самого раннего утра сюда идут мамы с малышами, чтобы без записи и длинных очередей попасть на прием к специалистам детской городской больницы. Когда ребенок маленький, с ним очень тяжело вообще куда-либо выбраться, если даже тем более помочь некому. А если еще и больше одного ребенка, то это очень тяжело. Когда здесь проходят такие дни, это очень удобно съездить с ребеночком, пройти сразу всех врачей. Особым спросом пользуются узкие специалисты. Кардиолог, окулист, невролог, стоматолог, лор. Также много желающих пройти и ультразвуковое исследование. Такую медицину с доставкой на дом многодетные родители считают спасением. Ведь троих или даже четверых детей очень сложно одновременно привезти на прием в город. Нам неудобно ехать в город, там большие очередя, и во-первых, там записи. В один день ты не запишешься ко всем узким специалистам, поэтому приходится мотаться по несколько раз. А здесь удобно в один день, двое деток и специалисты все. Большое спасибо за эту акцию. О пользе выездных приемов говорят и сами медики. Ведь они помогают выявить ранние отклонения в здоровье у малышей, а значит вовремя начать лечение. Выявляется и острая хирургическая патология, ну не часто, но бывает такое. И хирургическая патология, требующая планового оперативного лечения. Рекомендуем родителям обращаться за направлениями и направляем детей на плановое оперативное лечение. Практика выездных приемов продолжается. Уже утвержден график выездов на 2017 год, согласно которому Дни здоровья и дальше будут проходить каждую субботу. Количество пациентов говорит о необходимости таких мероприятий. В среднем за выезд мы смотрим где-то 100-120 детей. Вот на 11 часов уже 50 детей зарегистрировано, то есть уже прибыли. Где-то такое же количество еще придет на прием. И в оставшееся время можно организовать комиссионные выезды врачей на дом детям-инвалидам, которые у нас нетранспортабельны. Как правило, мы всегда это делаем на выездных днях здоровья в сельских округах. Также медики проводят опросы среди местных жителей, по результатам которых количество медицинских специалистов может увеличиться. В школе номер 5 девочки-казачки снаряжали одноклассников в поход. Первые в Анапе казачьи игры организовали, опираясь на старинные традиции, но при этом, чтобы было интересно современным мальчишкам и девчонкам. Участникам и их родителям соревнования понравились. Организаторы подумывают о постепенном выходе на городской уровень. Казачьи песни особые. Они настраивают на борьбу, в то же время на путствие священника. На соревнованиях нет места зависти и злости. Есть взаимопомощь, командный дух и чувство товарищества. Например, здесь нужно быть не только быстрым, но и аккуратным. Будущие казаки сочетали ловкость и меткость, силу с удалью. Специальная эстафета для девочек. Нужно принести одежду, картофель в ложке, то есть накормить. Затем принести оружие и патроны. Все в соответствии с укладом казачьей жизни. Самой Забаве не одна сотня лет. Задания, как и многие другие, адаптированы к современным реалиям. По замыслу организаторов, главное было сохранить дух. Мы должны вот с Пупенков, как говорится, с Пупенков, пока он еще лежит маленький, привить ему всю ту любовь, то качество народа, которое у нас было, самобытность народа. Мы должны их как раз сделать так, чтобы они были достойными нашей Кубани, России, казачьей службы. В зале шесть команд разных возрастов из пятой и шестой школ. Второкласснику Павлу соревнования понравились. Пусть и не все получилось. Он занимается в казачьем классе, говорит, что учиться интересно. Мне нравится ИЗО, закон Божий. Казак, он защитник. Болельщики преимущественно родители, не менее активны, чем участники. У Светланы дочь в сентябре пошла в школу. Она не раздумывая отдала ее в казачий класс. С одной стороны дисциплина, а с другой более разнообразный досуг. Мне просто нравится, что у нас собирают детей, ну, водят на какие-то соревнования. Это то есть у нас уже третий или четвертый, или пятый, я уже сбилась со счету. То есть у нас, ну, постоянно какой-то сбор. Это командный дух, это детей, ну, как бы, они дружнее становятся. Как говорят организаторы, в таком формате соревнования проходят впервые. Движения будут расширять, но пока думают, каким образом можно вывести казачьи забавы на общегородской уровень. Учитывая то, что в Анапе более 40 казачьих классов, то и желающих, и болельщиков ожидается немало. Не исключено, что следующие соревнования пройдут летом на одной из открытых площадок. Важная информация для автовладельцев. Анапское МРЭО переехало. С февраля 2017 года прием заявления по регистрации транспортных средств, постановка на учет и другие госуслуги регистрационного отделения будут осуществляться по новому адресу – Пионерский проспект 81А в здании отдельной роты ДПС ГИБДД города-курорта Анапа. А завершит наш выпуск информация от нашего генерального партнера. Производственное предприятие «Меркурий-2» ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ» и приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я прощаюсь с вами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова